Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А я сейчас смотрю ваши видео, вернее, ваши комментарии под тем видео, где я рассказала про 7 правил. Внизу я обязательно дам ссылочку для тех, кому интересно. Внизу 7 правил. И огромное вам спасибо, девчоночки, от всей души и мальчишки тоже. Кто меня поддерживает, кто пишет благодарности, кто вообще поддерживает мой дух. Даже вот такое вот, как Верочка написала, и я сегодня в синеньком платьице в горошек. То есть у нас вообще совпало в тот день. Я была, и она тоже. И знаете, вот все это наполняет желанием творить, делиться. И все то, что я читаю, узнаю, делиться с вами. То, что я внедряю в свою жизнь активно, делиться с вами. Но, к сожалению, есть и те люди, которые приходят плюнуть и уйти. Это, конечно, поразительно, поразительно. Но это свойственно в основном людям из бывшего Советского Союза. Я не понимаю, что это такое. Когда-нибудь это кончится или нет, я тоже не знаю. Ну, а девчонки, которые, скажем так, ангелочки, посланные мне от Бога, для того, чтобы... И мальчишки тоже, для того, чтобы поднимать дух. Вот то, что вы поделились добром. Да, оно в тысячу раз вернется вам, вашим детям, вашим внукам. И от вас не убудет доброго слова. И от меня тоже. Я вас всех люблю. Вы у меня самые лучшие и благословенные. И Татьяна, и Дилшо Талиева, и Ириша Малеревич, и все-все-все девчонки. И Верочка, и Элиночка, и Элен Хаджиева, и Наргиза, и Виктория, и Чичек Исмаилова, и Валюша, и Наташа. Все-все-все. И Маркиза, и Инна Инесса, и все. Юлечка Соловьева, Александр Бабая. Всем я просто всех сейчас не могу перечислить, потому что на это уйдет много времени. А я хочу вам ответить на один очень важный вопрос. Вот где сердца стоят, это означает, что мой редактор пропустил это, и я смогла прочитать. Все, что мой редактор не пропускает, я не могу, к сожалению, прочитать. Так что, извините. У него одно из условий, кто ставит диагнозы, не пропускать. Потому что, ну, я же не врач, поэтому диагнозы однозначно я ничего поделать не могу. Практически ничем не болею, слава Богу. Я вам еще буду рассказывать. Все, чем я болела раньше, это когда я имела дело с врачами. Как только я поставила себе все, заниматься конкретно собой, своим организмом, ставить точку на консультациях с врачами и слепо идти по тем советам, следовать, какие они мне дают, после этого я стала здоровой. Просто я оздоровилась полностью. В то время, когда я, особенно когда у меня маленький ребенок был, и я слепо шла рекомендациям, ну как, педиатр же, это же педиатр. Она ведь все знает по поводу ребеночка маленького. Что я могу знать, если у меня первый ребенок? Я могу на дистанционном режиме с мамой что-то, но это дистанция. Нужно, чтобы врач прощупал, увидел, посмотрел, какой тремор, то все, и я шла. Шла, шла, я чуть не закупила ребенка. Потому что я все четко выполняла, абсолютно, я дисциплинированный человек в этом плане, и я абсолютно все рекомендации делала от и до. И я поняла, что я могу вообще потерять ребенка, если я буду вести себя так дальше. Я отказалась от всех рекомендаций, я занялась. И вы знаете, наверное, у меня самый здоровый ребенок из всех сейчас. Ну, а сейчас я в этом видео, что будет внизу, 7 правил. Кстати, это уникальные правила. Мне они помогают жить и вообще не болеть, чувствовать себя хорошо. Внизу Юлечка Соловьева написала, Катенька, скажите, пожалуйста, можно пить перекись водорода, если везде она продается с бензонатом, натрия. И говорят, что этот опасный консервант нейтрализует все свойства перекись. И какую перекись пьете вы? Вот я на говорят, никогда не реагирую, Юлечка. Я реагирую лишь на профессора Неумывакина. И к ней присоединилась Диана Гарвиц. Она пишет, да, Юля, я тоже Катрин спрашивала, а то у нас только для наружного пользования. Вы знаете, а для внутреннего пользования такой перекиси не существует. Я вам скажу вот что. Девчонки, дорогие мои. Я использую ту перекись, которую в своих видео показывал профессор Неумывакин. Он показывал и в пластиковых, у нас тоже продается в пластиковых бутылочках. И также он показывал в вот такие вот. Это трехпроцентная перекись. Я не буду ее рекламировать. Это все просто вот такая вот перекись водню. И состав действительно там входит бензоат натрия. Но что в книге пишет профессор в последней публикации, в своей у него была публикация, тоже на эту тему, потому что видно его тоже завалили этими вопросами. И вот что он говорит. Во-первых, пищевая добавка. Это Е211. Что оно собой представляет? Это соединение бензойной кислоты, присутствующей в природе в низкой концентрации. Е211, присутствующей в природе в низкой концентрации. Так что это природное Е211. То, что здесь. В принципе, и перекись водорода, это тоже то, что у нас внутри само по себе вырабатывается. Но и Е212 присутствует в низкой концентрации. И здесь в очень низкой концентрации. Чтобы вы знали, Е211, дорогая моя Юлечка и девчоночки все, есть в продуктах питания, в таких, как чернослив, о котором я говорила, но в природе именно в той концентрации, в которой она нам необходима. Потому что есть много всего, но есть яд, даже если вы перекушаете, извините, соль, это будет яд. А в маленьких количествах это лекарство. Дальше. Где еще есть Е211 в природном состоянии? Я вам скажу. Клюква, корица, яблоки, гвоздика. Так это что? А трава? Бензоат натрия является продуктом реакции нейтрализации бензойной кислоты гидроксидом натрия. И благодаря хорошей растворимости в воде, бензоат натрия в качестве пищевой добавки Е211 применяется гораздо чаще, чем бензойная кислота Е210. Не путайте Е211 с Е210. Значит, Е211. Что она оказывает? Какие действия? Подавляющие действия на уровень активности, смотрите, ферментов, но в микробных клетках. То есть, если у вас какие-то микробы, то вот подавляет эту микробную среду. Именно подавляет во время окислительных каких-то реакций. Кроме того, бензоат натрия, он способен оказывать сильное угнетающее действие. А теперь внимание на плесень. Плесень – это враг номер один наш. На плесневый грибок Е211 мощно воздействует. Всё ли это плохо? Нет. Конечно, используется в пищевой промышленности, да. Но в каких количествах? Вот в той, скажем так, в том количестве, в котором здесь – это позволительно. Но для того, чтобы не было никакой реакции, профессор Неумывакин чётко говорит. Это трёхпроцентная перекись. Да, там есть бензоат натрия. Но нужно употреблять, он говорит, натощак. Что такое натощак? Это значит на пустой желудок. Это значит не во время еды. Не когда мы перекусили запить. Нет, именно натощак. Вот почему я когда в пробежке или ещё где-то, мне хочется попить. И у меня всегда в моей водичке, всегда есть несколько капель вот этого чуда, чудесного вещества. Почему? Во-первых, нельзя употреблять это вещество вместе со скорбиновой кислотой. Запишите себе и передайте это своим родным и близким. С витамином С. С добавкой Е300. Почему? А потому что, если брать бензоат натрия Е211 и попадёт витамин С, аскорбинка, то происходит реакция, может образовывать бензол. И вот бензол является сильным канцерогеном. Вот в этом секрет. Это было исследование британского учёного Питера Пайпера, Питер Пайпер, профессор Университета Шеффилда. Вот такое соединение может нанести, конечно, губительное повреждение ДНК в митохондрии. Поэтому, если чётко знать, как употреблять и что, вот эта добавка Е211, то вы будете знать. Не надо, конечно, употреблять это детям. Зачем это нужно? Это не нужно детям употреблять. Это не нужно, потому что вдруг раз витаминку С кинули ребёнку, и что, вот такой водичкой запьёт. Нет, или там съезд пойдёт где-то дополнительно какой-то фрукт, где огромное количество витамина С, ну, к примеру, апельсинку. И может пойти реакция. Зачем нам это надо? Нам это не надо. Это для людей, у которых уже есть понимание, с чем можно, с чем нельзя. Поэтому он говорит, натощак, и всего лишь несколько капель. Вы понимаете? Капель. Вот так вот. Ну, вот и всё. Вот и всё. Поэтому, конечно, лучше вообще без всяких добавок. Ну, где вы возьмёте? Ну, где вы возьмёте? Сейчас вот без консервантов вообще ничего нет. Просто нужно знать свой организм, у кого сильная чувствительность, у кого там астма, чтобы не было никаких реакций, да? У кого аллергия тоже, чтобы не было никакой реакции. Вот в этих каких-то вариантах. Опасно, например, мне кажется, Е211 добавляют, когда в плодово-ягодные изделия. А в плодово-ягодных изделиях, понятное дело, там большая концентрация витамина С. Идёт реакция. Понятно, что будет происходить. То же самое, когда кладут в майонез. Там тоже есть витамин С. И вот идёт реакция. Или, например, да и другие всякие вещества. Ну, я вот суть хотела вам рассказать, чтобы вы чётко себе знали, что натощак. Если натощак, ничего не будет. Благодаря своим антибактериальным свойствам, и то, что против грибка вот так вот активно действует, это вот плюс. Можно как плюс засчитать. И правильно использовав, можно нормально обходиться. У меня никаких осложнений, слава Богу. Я сдаю кровь, я контролирую свой вес, я контролирую полностью своё состояние. У меня всё прекрасно. И я обязательно несколько капель додобавлю водичку. Ну, вот мне нравится, что такие хорошие антибактериальные свойства. Что грибок. Внутри нас, знаете, сколько этих грибков? В том числе и плесневелые. Они же и убивают, они же вызывают рак. Понимаете? Поэтому меня устраивают антибактериальные свойства. Я чётко знаю, натощак. Я никогда в жизни не буду вместе с пищей это употреблять. Или употребляя, допустим, ревит, где огромное количество витамина С, запивать водичкой с перекисью водорода. И этого я делать никогда не буду. Понятное дело, чтобы не пошла реакция. В фармацевтике очень используют. Да? Производство косметических, гигиенических средств. В шампунях, в зубных пастах. Да где только не в лосьонах. В кетчупах, майонезах. Во всех вот этих вот добавляют бензоат натрия. Даже, по-моему, фейерверки делают. Я вам хочу сказать, что, тем не менее, кое-где запрещены эти продукты. Эта добавка у нас нет. Но люди пока вот осторожны. Все-таки у нас вот сейчас люди, я смотрю, становятся разборчивее и умнее. И это радует. И это радует. Таким образом, продукты на полках в магазинах, которые вредны, они больше все стоят. А раз они стоят, они не приносят денег. А значит, их скоро вообще не будет. И люди все-таки перейдут на более натуральное. А для этого, а для этого нужно просто, знаете, что делать? Нужно покупать все у фермеров. Вот ездить по селам. Таким образом, вы их, таким образом, знаете, вы их будете, как это слово называется, спонукаты заохочеваты по-украински, а по-русски вы их поощрять. Вы их будете поощрять. Понимаете? Вы их будете поощрять, и они будут стараться, будут развиваться и бизнес в плане козьего молока. Потому что козочек держать можно. И молоко самое лучшее, самое полезное, это козье молоко, приближенно к материнскому. И будут натуральные продукты на полках в магазине. Вот и все. И уже потом, если будет много натуральных продуктов, нам не надо будет и перекись водорода. Потому что все будет натурально. Дай Бог, мы живем до этого момента. Для этого, для этого нам надо быть осторожными. Когда приходите что-то покупать, смотрите взглядом, что полезно. Не то, что вкусно, а что полезно. А потом из этого полезного сделайте дома вкусненько. Ну вот, это то, что я хотела сказать и ответить по поводу перекиси водорода. Еще раз говорю, я беру с собой бутылочку, капаю туда, ну 5-7 капель, 10 капель. Могу капнуть перекиси. И взбалтываю. В течение дня на пол-литра. В течение дня я пью до 2 литров воды. И я добавляю перекиси водорода. Все, будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока. Пейте только натощак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...